я очень люблю общаться с вами в комментариях очень люблю что на моем канале появляется все больше и больше не просто парфюмерных любителей парфюманьяков и сегодня необычный выпуск потому что я пришла в гости к прекрасной леди я зовут эден у нее в коллекции 250 да еще и больше флаконов всякие отливанты мы уже не считаем и я с ней пообщалась про то с чего началась любовь к парфюмерии как она выбирает флаконы и вообще сегодня будет очень ароматный выпуск приглашаю посмотреть и обязательно подписывайтесь на мой канал я хочу чтобы это стало моей традицией приходить кому-то в гости скажи с чего у тебя все начиналось ты мне говорила что виновата пандемия я так подозреваю что тебе не хватало каких-то наверное ощущений и вообще а сколько у тебя в коллекции сейчас 237 на данный момент на сегодняшний день по программе таки то что стоит у меня 230 объясню что такое фрагратика в плане того что когда мы встретились познакомились фейсбуке мне наша прекрасная кость в нашей программе просто буквально скинула свою полочку я сейчас вам демонстрирую как это выглядит и мне приятно что ты так вот знаешь все выстраиваешь по полочкам это так классно это важно потому что мы все время покупаем что-то надо знать что есть на самом деле потому что реально то есть ты пользуешься больше фрагратика то есть ты заходишь смотришь а что в моем парфюмерном шкафу пишешь отзывы на каждый этот аромат не всегда много хорошего ты можешь конкретно обрубить аромат пока всем восхищаются могу но в основном этого не происходит потому что я очень выбираю я люблю слепые поспали покупки я люблю новые какие-то ощущения знать что ко мне придет ждать этого и в основном я не падаю на своих слепых покупок покупках сложилось так что я пришла к подружке у нее увидела со спиро пузатенькие и мы разговаривали если она говорит ой на эти не обращай внимание они очень дорогие ты не можешь себе позволить не можешь купить вызов вызов и и все с того времени xx и джофф у меня один из любимых домов почти что все были или есть ну вот с этого все началось я не я пытаюсь покупать и по приемным ценам я знаю очень много поставщиков я в основном покупаю это дружба так слушай я нашла классные духи чё ты думаешь я слышала я знаю я нюхала то где мы найдем там ищем подождите узнаю может быть у это есть она не захочет их ты с ней поменяйся ну так это работает все в фейсбуке многие встречалась лично приезжали ко мне менялись мы взяли из твоего парфюмерного шкафа вы увидите этот парфюмерный шкаф или может быть уже увидели но мы выбрали что-то такое во-первых я заметила этот флакон прекрасного аромата ты послешься чаще всего потому что остальные такие более смотрю там меньше наполнены но он такой прям ходовой и завтра этот аромат почему он тебе так нравится смотри этот аромат мне привезли с америки это декассы xx я его купила вслепую так как он не сильно пользуется спросом и тот кто мне привез он кричал и говорил зачем он тебе нужен я тебе он не нужен если потому что про него такие всякие отзывы непонятный вот его я и хочу но мне приехал ты знаешь он такой типичный для этого бренда честно такой тнк этого бренда но действительно необычный я даже сейчас не могу тебе сказать нравится мне или нет но к нему такое любопытство но то что он дорого звучит и кажется что это что-то прямо такое нереальное то есть да ну скажешь роскоши сто процентов он очень стойки очень шлейфовый и я его очень-очень люблю и сейчас когда мой знакомый был у меня у него тоже очень много духов он его понюхала говорит почему я себе тоже и ты знаешь да у него много женственности но тоже время есть какая-то мужская классная такая прям да не секса вот табачная коньячная такая алкогольная которая при меня здесь еще и корица выступает пряность очень приятная так вкратце сейчас я уже потянулась к ганимету но я хочу тебе сказать респект за winter palace это просто я обожаю бренд мимо у меня с ним связаны вообще какие-то такие у меня связан с отелем в котором я была в одессе и это был отель и в нем вся косметика была брендой мимо и крем для тела был айриш и который там это и честно говоря это было просто и даже сейчас она ношу некоторые ароматы мне такой знаешь тоже очень красивый ароматы отдельного вообще выпуска также еще один один из таких новых брендов точнее для тех кто парфюмерные любители но для тех кто только нашел его просто для любителей парфюмерия только начинает в таком большом широком доступе появляться я этот аромат еще не не тестировала но было парочку ароматов которые мне даже были в атрибатах слушай боже как красиво люн фелинь да почему этот аромат у тебя в коллекции то есть почему он тебя так зацепил он тоже вот кстати они у тебя вот такая у нас подборка получилась тома роскошь да да дом на роскошку смотри вот это вот кусочки блестяшек да то есть вот это золото которым говорят они что как ты думаешь что это будет настоящее но флаконы очень если как бы сейчас очень популярно что-то привносить и здесь не очень да вся история как она все просвечивать наш очень много флаконов которые скрыты ты не видишь какого цвета там да да ну смотри опять же оформление и на мой нос это более конечно зимний запах да но если его смещать немного с молекулы с первых то он не дает эту тяжесть молекула для тебя снова да иногда когда тяжелые запахи я ставлю молекулу когда есть она удерживает она более делает его более спокойно более потому что это тяжелая для меня все-таки эти говорила шутки заканда что типа те люди которые занимаются парфюмерией особенно они приносят какую-то там и разыскивают что-то новенькое а им пишут в чате мне пожалуйста ганимен и снова и снова как бы как ты думаешь в чем секрет этого аромата смотри я с этим ароматом познакомилась несколько лет назад первый раз первый затиск на него я сказала нет нет это какие-то это какая-то больница это какой-то это какой-то ужас то есть для меня не было никакого космоса никакого ганимена ничего то есть близко и вот и спустя несколько лет я его затестила опять я просто улетел вот на самом деле у дизайнеров у людей которые занимаются искусством них есть понятие насмотренности ну да и как ты понимаешь я сразу же взяла целый флакон и я его очень люблю он очень очень шлейфовый не на что не похож нельзя его покупать слепую ни в коем случае просто это не вас слушает но я считаю что он сейчас типа вытесняет знаменитую бакару о которой знаешь типа вот все ну я не веду не по стилю аромата а по наслышанности да когда обсуждали потому что ну реально про бакару слишком много сейчас когда-то говорили про нечего много говорили про многие монталь потому что монталь привнес тогда вот эту вот наслышанность термоядерность и действительно ну как бы пришло время чего-то другого и вот появился этот роман я считал что он реально улет я не стала типа он попадает по всем параметрам того что я люблю я люблю кислинку я люблю какие-то вот чтобы замша позже что-то нам слышалось я хочу пахнуть роскошно дорого и да и хочу просто любоваться флакон ну типа если разложить но опять это ты можешь для всех это это на самом деле надо на мой взгляд надо понимать парфюмерию чтобы понять эти духи это не простые духи вообще то есть очень много и так же самое как и с бакарой было в больнице бенкет я потом дома не могу жить вот это тоже самое че на второй раз а на третий бы да о боже я слышу кос хочу все короче если вы еще не затестировали ганимет если вы типа боитесь потому что он сейчас везде и все им пахнут я вас уверяю что для каждого будет настолько индивидуальным ароматом что я что что такое в истории парфюмерии не надо пропускать если есть у вас средства сколько там 250 долларов то где-то 100 ну в израиле он уже намного дешевле он где-то под 200 долларов 180 ну да в принципе нормально но есть к чему стремиться чем тебя зацепила мелодия алтая как тебе как брэд там есть очень много других классных ароматов смотри он чем у меня зацепил хотя я люблю гурманику он вообще не в том направлении для меня это какая-то зелень но все не очень-очень или цирк 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 это что она такая терпка терпок 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 человек живет в другой стране так что да да поэтому как бы вот он мне ни на что не похож когда у меня есть ароматы что они на что не похожи из первого затеста они мне заходят любовь с первого затеста то они у меня обязаны быть в коллекции ну то есть у тебя выработалась даже определенная парфюмерная интуиция да ты вот так идут его глаз и я понимаю что это что я очень я дошла до того что если я тестирую аромат открытием мне неприятно он не уходит хотя даже если середина и конец не то приятный он меня не остается я дошла до того что я хочу да я я хочу получать наслаждение своих ароматов а не ждать и базы и серединке чтобы от него давайте запомним эти слова очень классный лозунг для парфюмерных любителей и я спросила у тебя про самый дорогой флакон в твоей коллекции я кстати недавно тоже делал обзор на этот аромат это речь вот и для меня это аромат знаешь когда типа ты приходишь очень богатый дом там с такой кабинет из красного дерева веселись но это то что моя когда у всех своей ассоциации и так стоит такой стол много книг слова чем тебя зацепил аромат видите нашу да у меня всегда вот да здесь смотри я вот у тебя вот такая ассоциация а у меня ассоциация с этими духами у меня было как бы любовь не любовь сначала они нам не открылись мыло вот просто мыло я не понимал почему почему я должна платить за такие за этот парфюм что на мне открывается мыло в конце он ко мне пришел конечно это не мыло это очень очень дорогой аромат это аромат чистоты на мне это уже нет то хозяйственное было что я по ночам это очень такой дорогое какое-то что виталии во франции сейчас слух и его несут для тебя какое-то помещение какое-то очень нет а для меня это чисто так вот именно это несколько раз я его пыталась продать но хомяк не сказал так что поэтому у меня и в коллекции находится я предлагаю пойти посмотреть на в твой парфюмерный шкаф он показать его зритель пожалуйста и Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск У нас здесь, честно, такой, знаете, очень приятный ароматный микс Эта комната заполнилась, здесь так еще прохладненько, кондиционерчик Заполнилась такой, многослойность такая Очень красивых, нишевых, таких алкогольно-дымных, релаксных ароматов Я чувствую себя в роскоши Все-таки аромат добавляет вот эту атмосферу всякого бэкграунда, который заложен в нем У меня в руках побывали действительно очень красивые, ценные, эстетические, прекрасные флаконы И даже вот ганимет у меня сегодня уже пару пшиков я нанесла на себя Я думаю, что сегодня получился очень эмоциональный, интересный выпуск Я хочу, чтобы такие выпуски стали моей традицией Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои выпуски Смотреть мои маленькие обзорчики в шортс И до встречи снова на моем канале